Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре событий» в студии Галины Булгакова. И сегодня выпуски. В России отметили День военно-морского флота. В Сургуте праздник состоялся у мемориала славы. Избавление от боли, уникальные операции выполняют нейрохирурги инсультного центра. Лучший российский боец живет в Сургуте. Сулейман Магомедов победил на чемпионате страны по смешанным единоборствам. В одной из танковых частей в городе Верхняя Пышма Свердловской области при проведении плановых работ по перестановке техники погиб солдат-срочник Артем Быков. Он был зажат между двумя боевыми машинами. Офицер, управлявший танком Т-72, прижал солдата к другому танку. Молодой человек получил несколько серьезных травм и скончался по дороге в больницу. Тело военнослужащего было доставлено в Сургут 30 июля. В воскресенье он был похоронен на городском кладбище. Наш гражданин военнослужащий по призову погиб при исполнении служебных обязанностей. По всем приказам уведомление должно прийти нам в течение суток. Оно пришло к нам 30 числа. Родители призывника Юрия Владимировича и Людмила Васильевна находились в самой части. Их привели к месту гибели сына. С ними беседовал командир части, заместитель по воспитательной работе командира части. Здесь на похороны сопровождающим прибыл временно исполняющий обязанности командира воинской части. О причинах гибели солдата в Свердловской области говорили сегодня на заседании комитета солдатских матерей. В нем приняли участие сотрудники военкомата и представители СМИ. Неожиданно на собрание пришла мама еще одного солдата, который служит в Ростовской области. Она проводила сына в армию в конце июня, а в этот четверг вылетает к нему в госпиталь. Подробности у Дарьи Давыдовой. У него пятки дребезь расколаны. И он вообще ничего не говорит, потому что, наверное, боится, я так поняла. И это, говорит, заставляли этих жучков кушать, говорит, били. Говорит, не хотели, говорит, жучков, говорит, прям это заставляли, били. Потом никто, ни старших, даже до сегодняшнего дня, ни один даже не пришел, не спросил, как ты, чего ты там. Иосифа Ревудского родители проводили 21 июня. Новобранец попал в войска специального назначения, в войсковую часть Новочеркасска. Служба началась с ремонтных работ. Позвали его на второй этаж, это штукатурить, леса разлезлись, и он летел, там арматура, и говорит, я не знаю, как я живой остался. Три дня Иосиф пролежал с раздробленными ногами в казарме. В госпиталь его не отправили и даже гипс не наложили. Когда боль уже невозможно было терпеть, сослуживцы бойца отнесли его на руках в медпункт. В сургутском военкомате, куда обродились родители солдата, выяснили, что он находится в госпитале. Другой информации нет. Мы только смогли дозвониться для наслужившего земляка, то, что он находится у нас в госпитале. Это вам, как говорится, мы сообщили. Иосиф прислал домой вот этот документ. Каждый призывник после приезда в часть заполняет такой бланк. Вот только ни один телефон, указанный в нем, не соответствует действительности. Родители вылетают к сыну в четверг. В сургутском военкомате дело взяли под контроль. Дарья Давыдова, Денис Кочнев, Сургут, Интерновости. За минувшие выходные в Сургуте произошло 75 аварий. Один человек погиб. Одно из ДТП случилось в воскресенье на улице Аэрофлотской. Столкнулись два ВАЗа, 10 и 12 модели. От удара десятку отбросило на разделительную полосу. Водитель получил травму. В 12 модели серьезно никто не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется следствие. Водитель автомашины 10 модели двигался со стороны улицы Аэрофлотской. При развороте, где разрешен разворот, не предоставляло преимущества движения автомашин 12 моделей. Банальная ситуация, обычно невнимательность. Сам же и пострадал. Сейчас находится в скорой помощи. Поиски утонувшего в Черной речке в ночь на 25 июля прекращены. Напомню, неделю назад пятеро молодых людей занимались водным парашютизмом. Экстремалы привязали тросом к катеру и на скорости подняли в небо. Из-за неполадки в двигателе судно потеряло скорость и молодой человек упал в воду. Его друзья по непонятным причинам сожгли парашют товарища. В Сургутском следственном отделе от комментариев отказались. В России отметили День военно-морского флота. В Сургуте торжественная программа включала в себя возложение цветов на Мемориале Славы и праздничную программу на площади перед Театром Сургу. В нашем городе живут около трех тысяч отслуживших моряков. И этот праздник для них один из главных дней в году. Символ боевого братства и единения. В Сургуте торжественные мероприятия в честь Дня военно-морского флота начались на Мемориале Славы. Моряки, защищавшие водные границы страны, почтили память погибших сослуживцев минутой молчания. Одним из первых цветы к вечному огню возложил Максим Савунин. 17-летним парнем Максима Михайловича в Тихоокеанский флот призвали в 44-м году. Конец Великой Отечественной войны, боевые действия против Японии. Моряк помнит все, как будто это было вчера. Многочисленные награды на груди – подтверждение героической молодости. После Японии нас задержали, не выпустили. Началась война Кореи. Я там воевал. Получил вторую звезду. Вот видите, вот это лично коммерсиан мне вручал. Вольф корейского народа. Восходящее солнце. Более 400 человек пришли к Мемориалу Славы. Причем не только сургутяне. День ВМФ в нашем городе праздновали моряки из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтьюганска и Пытьяха. Наш праздник. Это лучше, чем Новый год. Это мои друзья, коллеги. Все, кто был со мной и кого сейчас с нами нет, мы пришли помянуть их. Это честь и хвала тем, кто служил в военно-морском флоте. Все отмечают свой праздник. Мы военно-морской флот своим традициям не уступаем. Семь футов под килем собравшимся пожелал заместитель главы города. О закалке, которую дает служба во флоте, Олег Лапин и сам капитан первого ранга, знает не понаслышке. Все, кто служит на флоте, я уверен, просто они горды тем, что они служат на флоте. Именно на флоте. И флотская служба, флотская дружба, флотское воспитание, оно всегда шло, наверное, по жизни у всех. Гуляли морские офицеры и матросы на площади перед театром Сургун. И, конечно, день военно-морского флота не мог обойтись без танцев. Яблочко – это уже история. Танец, изначально созданный в Англии, прижился и у нас. Он не требует много места, и поэтому его можно исполнять даже на палубе. А уж праздник тем более. За порядком в день ВМФ следило около 500 сотрудников полиции. Усиленный контроль дал результат. По официальным данным, ни одного случая нарушения общественного порядка зарегистрировано не было. А уже 2 августа праздник отмечают десантники. Полиция надеется, что и этот день пройдет без ЧП. Дмитрий Подлесной, Константин Алиев, Сургут Интерновости. С 1 августа работающим пенсионерам прибавят пенсию. Увеличится ее страховая часть. В нашем округе перерасчет произведут более чем 200 тысячам человек. При этом учитываются суммы взносов, начисленные и уплаченные страхователям по итогам года. Корректировка не требует специальных заявлений или визитов в пенсионный фонд. Диалог между полицией и населением. Общественный совет при УВД по городу Сургуту принимает обращение граждан. Заявления жителей рассматривают депутаты, представители религиозных конфессий, общественных организаций и средств массовой информации. График работы указан на электронной странице УВД Сургута на официальном сайте администрации города. Предварительно записаться на беседу можно по телефону 42-22-20. Работает общественная приемная каждую последнюю пятницу месяца с 17 до 19 часов в 204 кабинете Сургутской торгово-промышленной палаты. Организация взаимодействия с обществом и наличие от него обратной связи – это как раз те цели, которые преследуют один из пунктов плана деятельности совета. Для того, чтобы члены совета не работали вслепую, и наличие этой обратной связи от граждан как раз обеспечивает возможность как не знать, но диагностировать проблемы, которые существуют, так и в последующем делать их элементом плана работы, реализовывать, устранять эти проблемы. Избавить человека от невыносимой боли. Нейрохирурги инсультного центра делают уникальные операции по лечению невралгии тройничного нерва. По данным специалистов, количество нуждающихся сегодня превышает число выполняемых вмешательств. С подробностями Анна Перязева. Лечением невралгии тройничного нерва сегодня занимаются единичные медицинские учреждения страны. Заболевание серьезное. Чистка зубов или улыбка причиняют нестерпимую боль. Человек, как правило, сначала обращается за помощью к стоматологу или неврологу. Врачи назначают таблетки или уколы, а если они не помогают, необходима операция. В числе тех, кто успешно выполняет подобные вмешательства, нейрохирурги инсультного центра. Доказано, что самая распространенная причина от этих лицевых болей является в конфликте корешка нерва и одной из ветвей мозжечковых артерий, которая петлей ложится на корешок нерва и с пульцевой волной она ударяет по этому нерву. Микроваскулярная декомпрессия. Этот метод заключается в разделении нервного корешка и кровеносного сосуда, которые сдавливают нерв. При подобных операциях микроскоп помогает хирургу и его ассистентам видеть все до мельчайших деталей. Она относится даже к таким больше к ювелирным операциям. Делая такую операцию, мы находим этот конфликт, отводим артерию от нервы, помещаем между ними специальную прокладку и болевой синдром проходит. Ежегодно нейрохирурги инсультного центра проводят порядка 10 операций по лечению невралгии тройничного нерва. Однако проблема в том, что специалисты на местах нередко не могут поставить верный диагноз, а следовательно направить на операцию. В группе риска, по словам специалистов, находятся в основном женщины старше 50 лет. Анна Перязева, Денис Кочнев, Сургут Интерновости. Сегодня началась всемирная неделя грудного вскармливания. В рамках этой акции в медицинских учреждениях Сургута пройдет ряд мероприятий. В частности, работники 3-го педиатрического отделения городской поликлиники номер 5 проведут тематические встречи. На мероприятие приглашаются не только молодые и будущие мамы, но и их мужья. Формат вопрос-ответ позволит в непринужденной обстановке узнать о преимуществе кормления грудью, о том, как это правильно делать. Когда мама кормит малыша грудью, это налаживает контакт между малышом и мамой, и ребенок спокойный, уравновешенный. Доказано, что дети, находящиеся на грудном вскармливании, обладают более высоким интеллектом. Они более эмоционально уравновешены. И нервно-психическое развитие этих детей с раннего возраста лучше, если брать в сравнении с детьми, которые находятся на искусственном вскармливании. В поселке Нижний Сартымский появился необычный мини-парк. Озеро, крокодилы с камней, колокольчики из пластиковых бутылок. С инициативой сделать такой парк выступили сотрудницы отдела эксплуатации зданий «Сургутнефтегаза». Глядя на их работу, мужчины из общежитий сами вызывались помочь. Результаты благоустройства территории возле общежитий впечатляют. Кломбы выполнены в форме насекомых. Также здесь беседки, пальмы из пластика и мультяшные цветы в человеческий рост. Теперь мини-парк – достопримечательность Нижний Сартымского. Во двор этих общежитий ходят фотографироваться жители всего поселка. У нас ежегодно проводится конкурс между объектами. Этот конкурс проводится на 2-3 объекта каждый год. Для того, чтобы мы сразу не можем улучшить объекты, объектов очень много, мы периодически каждый год выставляем 2-3 объекта, улучшаем. В последующие потом года все это поддерживаем. И вот где уже не благоустроено, мы на следующий год опять же эти объекты выставляем на конкурс, чтобы благоустроить весь поселок, чтобы было все красиво и рентабельно. Трудолюбивые, активные и творческие. В муниципальном учреждении «Наше время» прошел конкурс «Мисс Трудовое лето». За это звание боролись 8 девушек. Подробности у Юлии Дорошенко. В июле благоустройством города занимаются около 200 подростков из муниципального учреждения «Наше время». При этом школьники не только зарабатывают деньги, но и соревнуются между собой. Например, каждый год здесь выбирают «Мисс Трудовое лето». Все конкурсы, конечно, проводятся в первую очередь, чтобы увезти с улицы наших несовершеннолетних граждан, подростков, молодежь, чтобы уберечь от наркомании, табакокурения. Конечно, это социальный аспект очень важен. Ну и, конечно, сплотить нашу молодежь города Сургута. Самопрезентация, дефиле, творческий конкурс и импровизация. На подготовку к испытаниям у конкурсантов ушло три дня. Мария Подлесная в муниципальном учреждении «Наше время» трудится первый год. Сегодня она стала первой вице-мисс. Я такой очень активный человек. И для меня, кажется, это развитие каких-то еще новых способностей. И опыт для жизни тоже большой будет. Чтобы потом не стесняться ни сцены, ничего. Организаторы не оставили без титула и подарков ни одну из конкурсантов. Мисс Улыбка, мисс Оригинальность, мисс Зрительских симпатий. Но первое место только одно. Его завоевала Яна Жаворонкова. Бурные, бурные аплодисменты! Юлия Дорошенко, Антон Мищенко, Сургут Интерновости. Сегодня у мусульман наступил священный месяц Рамадан. Время духовного очищения. Строгий пост следует держать в течение 30 дней. Согласно Корану, старикам, душевнобольным, путешественникам, беременным, кормящим женщинам, соблюдать пост не обязательно. Но стоит отметить, что целью священного месяца не является отказ от пищи и питья в дневное время. Рамадан – это возможность определить для себя жизненные ценности и духовно очиститься. В этом году Рамадан завершится 29 августа. Его окончание знаменует один из главных мусульманских праздников – Ураза-Байрам. Впервые в истории сургутского спорта воспитанник нашей боксерской школы завоевал серебро мирового первенства. Оно завершилось в Астане. Владислав Красношейн весовой категории до 48 кг в решающем поединке уступил представителю сборной Таджикистана Асруру Вахидову. Напомню, 15-летний кандидат в мастера спорта Красношейн на пути в финал одержал победы над боксерами из Египта, Монголии и Молдавии. Сборная России в общекомандном зачете заняла первое место. Всего разыгрывалось 13 комплектов наград. У россиян 8 медалей – 4 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых. Сегодня в Китае стартовал международный турнир по баскетболу «Кубок Станковича». В нем принимает участие мужская студенческая сборная России. Ее соперники – сборная Анголы, Китая, Новой Зеландии и Австралии. В составе дружины Евгения Пашутина сразу три игрока, которые ранее защищали цвета Сургутского университета. Это Петр Губанов, Анатолий Каширов, игравший в Сургуте в сезоне 2008-2009, и Игорь Смыгин, который был в основе студентов в минувшем сезоне. После завершения турнира россияне отправятся в китайский город Шэньчжэнь на Всемирную студенческую универсиаду. А в Волгограде завершился чемпионат России по смешанным единоборствам, или, как их еще называют, боям без правил. Сургутянин Сулейман Магомедов занял первое место и попал в сборную России. Теперь он готовится к чемпионату мира. Тайский бокс, каратет, хэквондо – приемы из самых разных боевых искусств объединяют в себе бои без правил. Спортсменам разрешается практически все, но есть и запрещенные приемы. К примеру, удары ногой в голову, горло, область позвоночника. В любом случае такие бои считаются наиболее зрелищными. Сургутянин Сулейман Магомедов занимается этим видом спорта шесть лет. В 20 лет стал чемпионом России. Выиграл первенство Европы по молодежи, чемпионат России по тайскому боксу, по К1. Вот сейчас был последний раз в Волгограде отбор на чемпионат мира по К1. В Волгограде Сулейман провел три боя, во всех одержал победу. Получил кубок за лучшую технику и попал в состав сборной России. Эта победа не последняя, уверен тренер. Перспектива у парня хорошая, он пойдет далеко. Будем готовить хорошо. Поэтому я думаю, он этот чемпионат мира выиграет, а там дальше посмотрим. Впереди сборы во Франции в составе национальной команды. Сулейман будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в октябре. Ирина Швец, Антон Мищенко, Сургут Интерновости. Команда молодежной хоккейной лиги «Мамонт» и «Югры» продолжает подготовку к дебютному сезону в МХЛ. Сейчас команда занимается в Хантамансийске в рамках специального подготовительного микроцикла. Он продлится до 9 августа. А уже 10-го югорчане отправятся в Чебаркуль на первый предсезонный турнир. В составе северян семь человек, воспитанники сургутской школы хоккея. Кроме них в команде молодые хоккеисты из Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска, Новокузнецка, Омска, Москвы и Тюмени. Чемпионат МХЛ стартует 8 сентября. Первую игру «Мамонты» проведут в гостях против казанских барсов. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Скидки до 50% на все видеофильмы. Сеть видеосалонов «Бегемот». Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. И о погоде на 2 августа в студии Вероника Южная. Завтра регион будет во власти небольшого облачного вихря. Пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха не дотянет до своей климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5-9. Утром переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха около 7 градусов тепла. В нем переменная облачность кратковременной дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса. «Карапуз» – самый удобный магазин для детей и их родителей. Смотрите сами. Детские автокресла, коляски, электромобили, велосипеды и многое другое. Сеть магазинов «Карапуз» предлагает самый широкий ассортимент универсальных автокресел для детей от рождения до 12 лет. Позаботьтесь о безопасности вашего ребенка. 2 августа солнечная активность, умеренное, геомагнитное поле слабо взмущенное. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба. «Фабрика Комфорта» – одна из ведущих фирм по производству и продаже встроенной и корпусной мебели в Сургуте и Ханты-Мансийском округе. Мы выполним для вас заказ любой сложности и на все запросы. Современные кухни, шкафы-купе, гардеробные, детские, библиотечные шкафы, мебель для гостиниц и офисов. Крашенное стекло – фото печать на дверях шкафов и повторимые рисунки на стекле и зеркале с использованием немецкой и итальянской фурнитуры. После монтажа предусмотрена обязательная профессиональная уборка. Позвоните, замеры вам сделают бесплатно. «Фабрика Комфорта» – живите с комфортом! Всем покупателям скидки «Фабрика Комфорта» – новые идеи совершенства. Только в августе большая распродажа в салонах обуви «Саламандр». На коллекцию весна-лето 2011 скидка до 70%. Со второй пары обуви на каждую последующую дополнительная скидка 5%. Действует дисконт. Только в августе в салонах обуви «Саламандр» на коллекцию весна-лето 2011 скидка до 70%. Со второй пары обуви на каждую последующую дополнительная скидка 5%. Действует дисконт. Поступление новой коллекции «Осень-зима» 2011-2012. Открылся новый отдел в торговом центре «Альбатрос» на улице Ленина, 37. Желаю вам отличного настроения. Будьте здоровы. До свидания.